Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить о спектакле, о театральной жизни в целом, ну и, естественно, о будущей премьере спектакля «Пизанская башня», который станет бенефисом для моей сегодняшней гости. Это Марина Щекина, актриса Амурского областного театра драмы. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Евгения. Я вас поздравляю с таким, я думаю, долгожданным всегда для любого актера и очень-очень нервным таким событием, который, естественно, всегда переживает любой. Ну, это ответственность определенная, тяжелее, когда ты не просто спектакль играешь, а свой бенефис. Пока сейчас это только будет премьера. Бенефис — это отдельный просто будет день, объявлено специально. Вот он еще пока не обозначен конкретным числом. То есть даты пока нет? Да, дата открыта пока. Но есть возможность до бенефиса обкатать его? Да, поэтому мы так и решили, чтобы спектакль не был для себя неожиданностью, да, вот как его воспринут зрители, как это все пройдет. Мы же, когда делаем спектакль, мы не знаем на самом деле всего того результата, который получится. А вообще часто бывает, что результат абсолютно непредсказуемым оказывается? Бывает, конечно, бывает, но многое с опытом уже ты понимаешь, знаешь, как зритель будет реагировать. Что-то, да, что-то загадкой остается до последнего дня, пока не приходит уже настоящий зритель, который все это воспринимает и как-то на это реагирует. Да, есть такие спектакли. Кстати, незадолго до вашего прихода у нас в студии был режиссер этого спектакля. Я думаю, для вас это не секрет, да? У него была своя, возможно, свою версию какую-то выдать. А теперь, если можно, вы тоже расскажите, то есть почему именно этот режиссер, это же режиссер не местный, да, это приглашенный, режиссер работает. Почему именно этот спектакль? Как вы себе это видите? Почему этот режиссер? Можно сказать, что так совпало. Он был здесь для постановки другой пьесы, которая не случилась, но поставил он другую пьесу, которая идет, это и есть «Любовь». А до этого он поставил спектакль «Любовь и голуби». Я там играю Раису Захаровну в одном из составов. Очень мне нравится это произведение, нравится это «Любовь и голуби». Да мы во всем, что уж говорите. Ну, знаменитая Гурченко, конечно же, мы пытались от нее уйти, чтобы не повторяться. И есть такой момент, что совпало, что режиссер оказался здесь, ну, может быть, на счастье или как это, потом уже узнаем. А с другой стороны, режиссера знаю давно. Лет, не знаю сколько, но 10 точно назад он поставил «Волки и овцы», я там играла Купавину. То есть вы с ним уже работали неоднократно? Да, это была классика. Островский очень был серьезный, хороший спектакль. Работа мне очень нравилась. И работать с режиссером мне в тот его приезд очень понравилось. Ну, и сейчас. Мы будем надеяться, что и сейчас тоже. Я знаю, что там есть такие, почва для экспериментов достаточно большая заложена, да? Да. То есть спектакль действительно, я так понимаю, для нашего театра такой нетрадиционный, необычный. В общем-то, это впервые, да. Вот в чем необычность в истории нашего театра? Это не, мы не изобретаем велосипед, это есть в других театрах. То есть есть такая малая форма спектакля на малой сцене. Так как у нас помещение не позволяет сделать малую сцену. Но оно у нас большая просто по сути. Нет, это должно быть отдельное помещение, чтобы были какие-то специально обустроенные ряды со стульями, с креслами. То есть такой камерный зал, в котором… Да, камерный зал. У нас нет этой возможности сделать именно зал другой. Поэтому мы на нашей же сцене делаем площадку для актеров, рассказывать и раскрывать секрет или нет. Если можно, вы хотя бы вот суть расскажите, потому что это действительно интересно. Будет это в форме плота, плот, плот с парусом. А вокруг зрители, правильно? А вокруг, не вокруг, а с одной стороны и с другой стороны зрители. А мы посередине. То есть зрители будут близко? Вот, прямо на носу. Это сложно в том, что они и с одной стороны, и с другой. Если бы они все были с одной, это привычно. А так приходится как-то так подворовывать мизансцены, чтобы зритель видел и тот зритель, и этот. Не был обделен вниманием. То есть, а то скажут, я купил билет, а я смотрю только на спину актера и все. Да, поэтому это сложно. Это впервые мы к этому приноравливаемся. Может быть, мы это не сразу так произойдет. Все со временем как-то мы это все поймем, как же нам лучше быть. Но то, что зритель будет рядом, меня это радует. И я, наоборот, это жду с предвкушением. Потому что эта малая форма, малая сцена, она дает вот такое интимное общение. То есть, я не должна кричать, чтобы докричаться до последнего ряда. Потому что зритель вот три ряда здесь и три здесь. Все. И они у меня рядышком, они меня слышат прекрасно. То есть, я могу шепотом говорить. Я могу говорить, как в жизни. Не как мы привыкли в театре, а вот просто нормально говорить. И это должно быть вот каким-то таким откровением, близостью со зрителем. И зритель должен почувствовать вот это соучастие в этой истории. И многие себя узнают в этом произведении. Я скажу, что и у меня есть какие-то созвучные моменты. То есть, это... Я вижу, это плюс. Такая очень личная история, я так понимаю. Мужчина, женщина. Да, и таких историй миллион. Миллионы. Ну, действительно. И каждый может себя в этом увидеть. Но, если честно, вы меня очень поразили тем, что вы этого ждете с нетерпением. Вы достаточно смелый человек, я хочу сказать. Ну, я не говорю, что я этого там не боюсь. Но, да, я жду. Боязнь, но все равно есть такая боязнь, естественно. Потому что все равно, когда театральный зритель наш привык... Неизвестность, вот что. Не боязнь, а волнение. Да. Боязнь — это нельзя, это не про нас, это ненужное. Оно мешает, оно позволяет что-то там нарушить или ошибиться, или забыть что-то. Боязнь — это как в спорте, нельзя бояться. А ваш партнер тоже с радостью отозвался на эту новую форму? Надо его спросить об этом, потому что он мне не говорил, как он с радостью, не с радостью. Ну, вчера на прогоне было несколько зрителей. Некоторые смотрели. Анна Григорьевна Лапчева, народная наша артистка, решила посмотреть репетицию. Это хорошо. Для меня это хорошо. То есть, что можно проверить. Как бы на зрителя по-другому всё равно себя чувствуешь, ведёшь себя немножечко, какая-то разница есть. И да, вдруг какие-то полезли косяки, видимо, всё-таки волнение вот это вот даёт о себе знать. Когда зритель рядом, когда ты от него отгораживаешься четвёртой стеной, всё, он где-то там в тени, в темноте, а ты в лучах, значит, света, ты его не видишь. Это даёт тебе какую-то свободу, да. А когда вот он рядом, да, может и немножко сбивать. Когда премьера? Завтра у нас сдача в четверг и в пятницу 20-го числа премьера. Зрители уже раскупили билеты или ещё можно попасть, потому что действительно количество ограничено? Ну, опять это вопрос не ко мне, но вроде раскупили. Я так, как и слышала, я не интересовалась конкретно. Ну, если у кого-то есть желание, в любом случае можешь сходить на второй спектакль, на третий, я уверена, что... Да, ну, конечно, будет ещё на следующей неделе, по-моему, один, и там уже в следующем месяце несколько. Ну что ж, желаю вам тогда на прощание обкатать хорошо спектакль, потому что и не слишком волноваться во время премьеры, потому что действительно самое главное, наверное, справиться с собственным волнением. Самое страшное не премьера, а сдача. Сдача прошла, всё, выдохнули, а завтра... Потому что здесь зритель специфический, зритель, который всё понимает, знает, все наши... Ну тогда удачного вам завтра дня, действительно, пусть звёзды сойдутся, и спектакль действительно отпустится вот на этой лодке в большое интересное плавание. Спасибо большое, что пришли к вам в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была актриса Морского областного театра «Драма» Марина Щёкина. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи.